Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Где тонко, там и рвется, чем грозит выход на лед к проруби в крещении. Голодные времена, кто помогает диким зверям пережить зиму. Огонь ушел, символ остался. Олимпийские факелы продолжают путешествовать по Чувашии. Циклон, который обеспечивал на европейской части России теплую погоду, похоже, отступил, но теперь все же испортил один из главных христианских праздников – крещение. Из-за тонкого льда на Волге в Чебоксарах сократили количество купелей, а в Новочебоксарске вовсе запретили их устанавливать. Где можно будет искупаться, смотрите далее. 12-сантиметровый лед не останавливает рыбаков. А вот для спасателей это стало основной причиной отсутствия крещенской купели в Новочебоксарске. Волга за ГЭС не замерзла. Уровень воды здесь за сутки может подниматься на 60 сантиметров. В таком случае даже образовавшийся тонкий лед покрывается водой. Лед достаточно рыхлый и тонкий, что в общем-то не дает возможности провести мероприятие по празднованию религиозного праздника Крещения Господня. В традиционном месте это подходной канал. Как видите, он сейчас в льду, но толщина льда достаточно тонкая. Все уважаемые граждане, просим вас в связи с сложившейся обстановкой посетить купели города Чебоксар. Новочебоксарский бассейн ежегодно директор с дюшер номер 3 Атаманов Борис Николаевич организовывал это мероприятие. Но в данном случае мероприятие он организовывал платно, работал до пол первого. Ну, соответственно, при возможности и желании можете посетить бассейн. Три крещенские купели откроются в Чебоксарах в ночь на 19 января. Все они будут находиться около свято-троицкого мужского монастыря. В прошлом году их было четыре. Сейчас количество уменьшили. Из-за теплой погоды лед на Волге в этом году тоньше, чем обычно. По стандартам он должен быть толщиной не меньше 25 сантиметров. Толщина в дальнем обеспечить безопасность. Категорически предлагаю, как главный государственный институт Чебоксарской республики, что граничный выход на лед массы. То, что у нас на руку выходило, там по 100 человек стоит, они накупаются, 10 родственников смотрят, как он там ныряет. Такой выход категорический. Если трапы будут, то тогда надо отсекать не там, около купели, а именно же при выходе с берега, именно с грунта. Иначе у нас произойти право. Купели в Чебоксарах будут 3 на 3 метра, полтора метра глубиной. В отличие от стихийно организованных купелей, официальные будут отличаться безопасностью и комфортом. На месте будет организовано круглосуточное дежурство спасателей, медиков и полицейских. Пункт обогрева. Территория вокруг будет освещена, оборудована палатками для переодевания. В прошлом году в Крещенском купании участвовали около 11 тысяч человек, сообщили в городминистрации. В этом году ожидается больше. Еще одну купель установят в церкви новомучеников и в Заволжье. Службам безопасности эти места тоже обеспечат. В городминистрации настоятельно рекомендуют не купаться в стихийно организованных купелях. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В конце выпуска мы еще вернемся к теме погоды, а пока продолжаем. Сегодня сотрудники прокуратуры Республики отметили свой профессиональный праздник. 292 года назад была образована прокуратура России. Благодаря ежедневной работе правоохранителей решаются важнейшие государственные задачи. В 2013 году в Республике выявлено свыше 27 тысяч нарушений прав и свобод граждан. Особое внимание уделялось защите трудовых и жилищных прав, обеспечению своевременной и качественной медицинской помощи и экологической безопасности. Выражаю особую признательность ветеранам, сохранившим славные традиции российской прокуратуры и ныне передающим свой бесценный опыт молодому поколению. Хочется пожелать дальнейших успехов. Все то, что делаете, на самом деле делаете на благо развития Чувашской Республики, на благо развития Российской Федерации. В честь праздника лучшие сотрудники получили грамоты. Шесть специалистов, среди которых были работники и пенсионеры ведомства, были награждены часами с гербом республики. Глядя на нас, ветеранов, вы всегда думали и говорили между собой, это мы через 5, 10, 20 лет. А мы, глядя на вас, действующих сотрудников, на ваши успехи в обеспечении законности на веренных участках, говорили, что это мы 5, 10, 20 лет назад. Спасибо. Ну а в МВД по Чувашской Республике подвели итоги профилактической акции «Алкоголь». Ее проводили накануне и во время новогодних праздников. Полицейские обращали особое внимание на прилавки, где были выставлены бутылки сомнительного происхождения. Недобросовестные предприниматели нередко пытаются извлечь прибыль, продавая поддельную алкогольную продукцию под видом известных марок. На всей территории республики за время проведения операции было проверено более 800 объектов оптовой и розничной торговли алкогольной продукцией. В результате проведенных мероприятий было изъято более 12 тысяч бутылок алкогольной продукции. В большинстве своем это водка. Кроме популярного в России напитка, оперативники изъяли также поддельные виски, коньяк, текилу и вино. Сейчас все это спиртное направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. В отношении взятой водки проводится исследование, прежде всего, спиртосодержащей жидкости и имеющейся на бутылках акцизных марок. По словам экспертов, отличить подделку от настоящей продукции не так-то просто, но все же есть некоторые характерные черты. Например, бутылка с фальшивым алкоголем может быть неплотно закупорена. Часто контрафакт выдает акцизная марка. Вот, обратите внимание, вот очень интересно, акцизная марка не может быть наклеена под этикеткой. Может, наклеится после изготовления бутылки. Вот тут прямо вот такого быть не может. Если в ходе проверки факты использования поддельных федеральных акцизных марок подтвердятся, материалы в отношении юридических лиц будут направлены в соответствующие структуры Приволжского федерального округа для решения вопроса о лишении данных фирм лицензии. Судьбу же розничных торговцев, алкоголем замеченных в нарушениях, будут решать республиканские ведомства по контролю за торговыми учреждениями. К другим новостям. В Чувашии тарифы на коммунальные услуги поднимут только во второй половине года. Госслужба республики по конкурентной политике тарифам определилась с тарифными решениями на 2014 год. С 1 июля произойдет повышение тарифов на теплоэлектро- и газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. На 5,2% с 1 июля подорожает тепло на 4,7, холодная вода и услуги водоотведения. Тарифы на электрическую энергию для населения составят 2,61 рубля за киловатт-час для городского населения и рубль 83 для сельского населения. Рост тарифов на электрическую энергию составит 4%. Цена на природный газ с 1 июля 2014 года изменится также в среднем на 4%. По муниципалитетам больше всего подорожают услуги в Чебоксарах до 4,8%. Меньше всего вырастут тарифы и услуги в Шумерле. Социально незащищенным категориям граждан, как и прежде, предоставляются субсидии на оплату коммунальных платежей. Право на их получение имеют граждане, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи. Также госслужба по конкурентной политике и тарифам сообщает, что в ближайшее время повышение стоимости проезда не планируется. С Нового года вступили в силу правки в федеральный закон об исполнительном производстве. Одно из заменений – увеличение минимального сбора на исполнительского сбора с должников. Физические лица и индивидуальные предприниматели должны оплатить тысяч рублей, а юридические – 10 тысяч. Например, если автолюбитель в 60-дневный срок не оплатил свой штраф, то судебные приставы исполнителя возбуждают исполнительное производство. Сотрудники Фемиды руководствовать федеральным законом дают гражданину на добровольное погашение задолженности 5 дней. По их истечении выносится постановление о взыскании исполнительского сбора. Получается, что за непогашенный вовремя штраф в размере, например, 500 рублей, гражданин вынужден будет заплатить еще тысячу рублей исполнительский сбор. Соконом также устанавливается такая дополнительная мера, как принудительное освобождение земельного участка от присутствия на нем должника и его имущества. Красочные, яркие стоят на самом видном месте. Это все привычная часть современного городского пейзажа – рекламные щиты. Однако далеко не все из них занимают место под солнцем на законных основаниях. Администрация Чебоксар уже занялась наведением порядка в этой сфере. В городе провели аукционы, места под рекламные конструкции. Подробности прямо сейчас. Где купить путевку или обзавестись голливудской улыбкой? У какого оператора выгоднее звонки и СМС? И где быстро пройти медосмотр? Чтобы получить всю эту информацию, чебоксарцам достаточно пройтись по улице. Количество рекламных щитов в городе на данный момент приближается к двум сотням. Некоторые из них предстоит в ближайшее время демонтировать, ну а некоторые наоборот, еще только ждут установки. 27 декабря на аукционе разыграли 63 места. От рекламных организаций поступило 18 заявок. Участники подняли ценник в 4 раза. То есть у нас при средней стартовой цене за место порядка 7 тысяч рублей. При базовой, будем говорить, цене. Итоговая цена по итогам аукцион у нас вышла порядка 28 тысяч рублей за место. Иными словами, для города, вернее городского бюджета, торги прошли крайне успешно. Если провести несложные математические расчеты, то получится, что разыгранные места принесут городскому бюджету более 20 миллионов рублей в год. Разыгрываются они минимум на 5 лет. Впрочем, это не означает, что так называемая наружка будет расти, как грибы после дождя, в том месте, где предпринимателям будет угодно. В городе даже наметилась обратная тенденция. Касается это не только счетов. В прошедшем периоде, в 2013 году, мы приличную работу провели по сокращению количества этих рекламоносителей. Один из ярких примеров, допустим, вы помните, вот здесь вот на картине указано, это домот. Видите, большое бродомаурное панно, да, мегафон. Указано, вот его сейчас нет. То есть оно демонтировано. Потом у нас на карусели, на первой площадке, большое бродомаурное панно было убрано. Поводом для демонтажа вполне могут стать жалобы горожан. Специалисты отмечают, начать разбирательство должны даже после одного обращения. Кстати, журналистов заверили безопасность и эстетическая привлекательность конструкций под присмотром. Их специалисты осматривают раз в неделю. Ольга Прычкина, Евгений Анисимов, Республика. 20 января в Госдуму внесут законопроект о возврате зимнего времени. Напомним, постоянный режим летнего времени в России ввели еще три года назад. И вот с тех пор не утихают споры о удобстве такого режима. Согласно провозу в ЦИОМ, постоянные зимние и постоянные летние исчисления, а также их сезонную смену одобряют примерно равное количество граждан. На сайте Минстроя Чувашии проводится опрос об экономии электроэнергии при переходе на зимнее время. На сегодняшний день 48% респондентов считают, что утром станет гораздо светлее при переходе на зимнее время. Будет меньше расходоваться электроэнергия. 30% не видят никакой разницы. Вы тоже можете оставить свой голос. В Чебоксарах в эти дни проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Ребята со всей республики продемонстрируют свои знания по 21 предмету. Старт Олимпиаде дан накануне, а финиш назначен 8 февраля. Региональный этап открыл Олимпиаду по английскому языку. В ней заявились 83 участника из разных уголков Чувашии. Больше половины из них ученики чебоксарских школ, причем солидное число участников выдвинула 4-я столичная гимназия. В педуниверситете сегодня собрались школьники, которые уже прошли первый тур накануне. Отличие нынешнего регионального этапа от прошлых лет – это отбор участников, который в этом году по всем предметам проходил по рейтинговой системе. По рейтинговой системе, что это значит? Значит, на региональный этап постмуниципального прошли только те, кто набрали достаточное количество баллов. По английскому языку достаточно высокий был проходной балл. Это связано с тем, что язык популярный. Количество участников тоже достаточно высокое. Участники Олимпиады должны не только грамотно писать, но и свободно говорить на иностранном языке. Вот насколько хорошо все это умеют школьники, проверяется уже в традиционных тестовых заданиях и написанных ими рассказах на заданные темы. Но отличие этой Олимпиады в том, что ее участники еще и сыграют в ролевые игры. Ребятам раздадут картинки, а потом предложат стать фотокорреспондентами. Их задача – убедить редактора разместить свои работы в одном из престижных журналов. Разумеется, на английском языке. Победители этой и других Олимпиад будут представлять республику уже на российском этапе конкурса. Настоящий механический театр расположился в художественном музее столицы. Чтобы оживить экспонаты, необходимо их завести. Автор выставки «Арт-механика» Виктор Григорьев привез живые картины из Санкт-Петербурга. На первый взгляд, это обычная музейная экспозиция. Но стоит сделать пару движений – экспонаты оживают на наших глазах. Именно на этом условии работает и вся выставка. «Механика» – это движение под действием сил. Приставка «Арт» означает «причастность к искусству». Искусство – создавать механизмы, которые не только работают. Они завораживают своим внешним видом. Эта экспозиция очень загадочная, потому что используются старые вещи. Здесь даже описывается то, что старые фотографии найдены, используются. Я ощущаю какое-то смятение и пытаюсь войти в эту картину, и получается. «Арт-механика» – редкое направление искусства. Им занимаются единицы мастеров. Полюбоваться выставкой в Чебоксарах может любой желающий. Она продлится до 31 января. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, «Республика». Каждый старый Новый год у театров «Республик» есть одна традиция. Они собираются вместе и устраивают капустник. Под крышей одного театра встретились артисты, художественные руководители, директора, работники театров, ветераны сцены. Казалось бы, на вечеринке все как обычно. На сцене выступают артисты. Но если приглядеться, то можно заметить – в зале нет посторонних зрителей. Это закрытая вечеринка, где актеры выступают перед актерами. Старый Новый год – единственный день в году, когда театралы не ждут строгой оценки зрителей. Когда все люди отдыхают, празднуют, мы работаем. Для нас, поэтому старый Новый год, он особенный. С праздником вас! С новым 2014 годом! Годом культуры! Праздник этого года – особенный союз театральных деятелей Чувашской республики – отмечает 70-летие. В честь юбилейной даты лучшим работникам вручили почетные грамоты. Театр – это то, что дает человеку дышать воздухом искусство. Драматическое искусство – оно не умрет. И мы, когда собираемся в эти дни, мы очень ценим эти дни. Потому что мы видим всех, мы видим изменения, мы видим молодежь, которая пришла, мы видим ветеранов, которые помнят нашу жизнь в свое время. И этот обмен, я считаю, очень важен. Во время «Капустника» артисты шутили и развлекали сами себя. Сюда они приходят, как говорится, себя показать и на других посмотреть. Первыми на сцену вышли представители театра оперы и балета. Символы Сочинской Олимпиады продолжают свое шествие по республике. Участники эстафета в Чебоксарах дарят факелы школам, домам культуры, музеям. Сегодня известная спортсменка Светлана Захарова привезла олимпийский атрибут на свою родину в Урмарский район. А заслуженный тренер России, который воспитал множество легкоатлетов, передал свой факел в спортивной школе Новочебоксарска, где он работает и по сей день. Сегодня на тренировки мастера побывала наша съемочная группа. После эстафета в столице Чувашии символ Олимпиады прописался в спортивной школе Новочебоксарска. Подарок от тренера выставлен на обозрение всем, прямо у входа, среди других наград. Факел, который стоит ни много ни мало, 13 тысяч он мог бы оставить и себе. Но стальное перо «Жар птицы» заняло свое место на стенде славы и почета. Возможно, что символ сочинских игр будет не только напоминать о победах, но и привлекать молодежь в большой спорт. В это Михаил Кузнецов верит. Здесь каждый человек годами это будет смотреть и, наверное, будет привлекать не только себя, а своих детей. Мне вот этого в первую очередь хотелось. Я очень хочу, чтобы наши люди занимались физкультурой, оздоравливали и получали заряд бодрости. Стены этой школы для тренера уже давно стали родными. За 20 лет он воспитал немало известных спортсменов. Именно здесь проходила подготовку будущая чемпионка Олимпиады в Барселоне Валентина Егорова. Золото марафона – первая победа Михаила Кузнецова в роли наставника. Но далеко не последняя. Его подопечные покоряли Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира. Тренер говорит, что дело не только в технике. Отбирая спортсмена в свою команду, он обращает внимание на их характер. Бывают спортсмены иногда сильные, но они, если, ну скажем так, нарушают режим, если у них в голове ветер или, скажем так, если для этого человека это не важно, честь Родины. А бывают очень сильные спортсмены, но бывает, что они на финишной прямой не смогут бороться именно вот в клетку последние 5-10 метров выиграть этого спортсмена. Не раз подопечные тренера вырывались вперед, когда до финишной прямой оставались считанные метры. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне свою победу не верила до последнего. На марафонской дистанции смогла обойти двух сильнейших спортсменов и подняться на педестал почета. Полгода назад Татьяна Архипова стала мамой, но несмотря на это она не планирует пропускать очередной сезон и уже приступила к тренировкам. Потом в 15-16 году она очень мечтает о том, чтобы опять сразиться с этими черными спортсменками, своими соперницами и достойно выступить на Олимпийских играх. Своих подопечных тренер нацеливает только на золото. Сейчас они усиленно готовятся к национальным и европейским стартам. Но планы на перспективу подготовить чемпиона в беге на 3 километра с препятствиями. Это единственная медаль, которой пока нет в копилке спортивного мастера. Миндрей Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Настали голодные времена. Речь, конечно, не про жителей Чувашии, а про лесных обитателей. Для тех, кто питается, к примеру, желудями, коренями, ягодами, снег иногда становится непреодолимым препятствием на пути к обеду. Впрочем, есть те, кто помогает животным пережить диму. К ним через лесную чащу и сугробы пробралась наша съемочная группа. Сюда невозможно добраться ни на одном автомобиле. Только на снегоходах, на лыжах или пешком. Зато именно здесь, вдали от каменных джунглей, можно встретить диких животных в их естественной среде обитания. И не случайно. Это место для диких животных, что-то вроде спасительной гавани. Постоянные посетители, а это чаще всего кабаны и лося, знают. Здесь всегда можно найти еду. Самые распространенные в меню блюда – отруби, ячмени и овес. Заправляют вот такой лесной столовой егерь участка Леонид и инспектор лесной охраны Владимир. Земля мерзнет, например. Там копать трудно, корни доставать трудно всякий. Но корм все равно доставать надо, кошать надо. Вот подкармливаем. Сюда приходят кабаны взрослые, сигалетки, всякие прочие, маленькие. Все приходят сюда. И синячки. Помимо промерзшей почвы, есть еще одно препятствие – высокий снежный покров. Чем больше сугробы, тем сложнее пятачкам добираться до привычного рациона. В таких условиях голод способен превратить хищников практически в ручных животных. Ближе к весне они встречают меня, например. Вот метров сто туда выходят, встают. Там несколько штук. Несколько раз я сам лично видел. Они не боятся даже меня. Вот на снегоходе приезжают, они слышат, узнают уже меня по голосу. Кстати, при вопросе, за чей счет банкет, работники лесного хозяйства с грустью отмечают. Раньше на подкорм средства выделяло государство. Теперь это только частные инициативы и личный энтузиазм. Между тем, подкармливать некоторые виды животных важно не только для сохранения популяции. Здесь работает принцип «и волки сыты, и овцы целы». Так, если лосям не будет хватать минеральных веществ, то они не прочь будут полакомиться молодыми дубами. 15-12 лет растили дуб, и он, этот дуб в одночасье у нас привел в негодность. Вот я у себя, например, на участке стараюсь, чтобы у меня, например, где-то на 100 гектар, на 50 гектар был один солонец. Что ж, главное, чтобы в ближайшем будущем животным было не только что есть, но и где жить. Площадь лесов сокращается. Конечно, в лесничествах Чувашии постоянно сажают сеянцы, но пока, к сожалению, больше желающих рубить. Совершенно иное отношение к природе детям прививают в Юнгенской общеобразовательной школе. Там работает самое настоящее школьное лесничество. За ним не закреплено никаких лесных массивов, но благодаря нему в окрестностях школы летом зелена. Птицы сыты, но ученики получают возможность проявлять себя и даже посмотреть другие города. Также съездили с Мариной на Всероссийский съезд, где тоже обменялись опытами, познакомились со многими ребятами, потому что еще очень было интересно. Впервые мы выехали за границу Чувашской республики и очень была ответственная задача у нас. Мы защищали не только нашу школу, честь нашей школы, а как бы еще честь нашей Чувашской республики. Зимой, например, сейчас мы развешиваем скворечники, кормушки и подкармливаем птиц. С 5 по 11 класс. К каждому классу особое место. И каждую неделю по два раза мы ходим и подкармливаем птиц. В школе уже есть примеры, когда вот такая забота об окружающей среде становилась профессией. А значит, пока работают подобные организации, в лесах Чувашии будут те, кто положит лосям солонец и подсыпет в кормушку кабанам и птицам отрубей овса. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Похоже, весенняя погода все-таки решила попрощаться с январем. Как сообщает гидромедцентр Чувашии, уже сегодня ночью температура опустится до минус 15. Без крещенских морозов, судя по всему, тоже не обойдется. Самые холодные дни и ночи ожидаются 18 и 19 января. Ночью похолодают до минус 19, а при прояснении до минус 27. Что, желаю вам не замерзнуть и прощаюсь до завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!